Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, по многочисленным просьбам, что называется, я продолжаю серию уроков по DaVinci. Не хотел я браться за цветокоррекцию, но подумал, что все-таки надо. Сегодня просто обзор интерфейса. Я буду показывать уже в шестнадцатой версии, но, насколько я помню, в пятнадцатой закладку цветокоррекция такая же. И, по-моему, даже в четырнадцатой. Потому что она изначально идеальна, и добавить к ней нечего. Тут у нас лежат все клипы с тайм-линией, независимо от их длины, один за одним. Даже если клип длиной в один кадр. Если у вас клипы лежат на разных дорожках, красить их неудобно. Те, кто уже это делали, понимают, о чем я говорю. Поэтому, когда закончили монтаж, делайте так. Но не забудьте про переходы, если делали их вот таким образом. Получится такая история. Это брак. Так, ну и давайте очень быстро пробежим по основным окнам интерфейса. Большую часть мы будем рассматривать отдельно в связи с каким-нибудь действием. А если действие под инструмент не найдется, значит он и не нужен. Тут у нас окно просмотра. Говорить не про что. Единственное может быть полезна вот эта функция. Она зацикливает клип. Если долго с ним колдуете, это удобно. И тут еще я периодически пользуюсь горячей клавишей Ctrl F. Она разворачивает окно просмотра на весь экран. Чтобы вернуться, Escape или повторно Ctrl F. Дальше у нас есть вот эти закладки. Быстро пробегусь, потому что большинством из них я не пользуюсь и вам не советую. Это почти точно вам не понадобится. Это касается настроек видео, снятого в RAW. А если вы снимаете в RAW, то знаете, я думаю, не меньше моего в цветокоррекции. А у нас все-таки серия скринкастов для людей на начальном уровне. Сюда я никогда не заглядывал. Да и вообще я не буду рассказывать про все, потому что всего здесь очень много. Буду рассказывать только про то, чем пользуюсь постоянно. Вот этим пользуюсь как раз постоянно. Про работу с цветовыми кругами буду рассказывать в следующих скринкастах подробно. Далее у нас RGB миксер. Отдельная настройка каналов RGB, то есть красный, зеленый, синий. Почти никогда не пользуюсь. И шумодав. К сожалению, он есть только в платной версии. Шумодав здесь хороший. Пользуюсь периодически. Работает примерно вот так. Тут еще один комплект инструментов. Все они рабочие, то есть используются при коррекции с определенной долей периодичности. Про каждое расскажу в связи с каким-нибудь действием. Ну и здесь у нас скопы. Не знаю, как по-русски. Всяческие гистограммы и вектроскопы. Либо кейфреймы, ключевые точки. Тоже будет отдельный разговор в свое время. Скопы можно менять вот таким вот образом. Я использую только парад и вектроскоп. Тут у нас в параде видно, что красный явно опущен, но если его поднять, мы получим вот такой вот маленький кошмар. Так что в споре между RGB парадом и глазами доверяйте глазам, но на откалиброванном мониторе. Так, ну и тут у нас ноды. Основной инструмент работы. Что это такое, в чем их удобство, я рассказывал в скринкасте Pro Fusion. Ищите в плейлисте. Выделяем все ненужное и удаляем. Правая кнопка мыши и сбросить коррекцию. Вот так кадр выглядел, когда попал на монтажный стол. Сейчас даже не так. Заберем стил, чтобы потом было с чем сравнивать. Ctrl Z — отмена действия. И вот мы все восстановили. Немного промахнулся. Ctrl Shift Z — отмена отмены действия. А вот. Теперь правая кнопка мыши на вьювере и граб стил. Грабанем что называется. Стилы — это не только референсный кадр. Ну то есть вы всегда можете сравнивать с ним коррекцию других кадров. Но и полный набор нод, которые были в текущем. Ну то есть вот мы все поудаляли. Горячая клавиша Alt S — завели новую ноду. И теперь берем стил и закидываем в эту ноду. Все. Полностью установлена цветокоррекция. Про работу с нодами я буду рассказывать подробно в следующем скринкасте, который выйдет на этой неделе. Там же будет один небольшой лайфхак по коррекции с помощью параллельных нод. Так что следите за анонсами, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и любите друг друга.